Сделаем небольшой обзор на проект Omniti. В предыдущем видео мы с вами говорили о технической составляющей веб-сайта. Сейчас мы опять же находимся на официальном сайте, и в этот раз мы поговорим, что вообще из себя представляет данный проект. Хочется сказать, что Omniti – это не просто новая поисковая платформа, а достаточно целая и полноценная система управления знаниями, которая в свою очередь основана вообще на самообучаемости в NeuroCity. Можно выделить несколько особенностей системы Omniti. Первое, немаловажное, является тот, что доступ к миллиону более специализированных документов от крупных агентов, например, биржевых, судебных и правовых документов, будет возможен благодаря этому ресурсу. Также мультиязычность данных, что тоже неплохо, то есть мы можем ознакомливаться с документами, с литературой на разных языках. Будет также высокоскоростная передача сведений, это тоже неплохо. Бесплатная ручная загрузка документов, то есть собственноручно вы можете, как здесь, дисковые будут загрузить данные, и будет вам счастье. Массовая платная пакетная загрузка информации, то есть мы можем выбрать большое количество информации и пакетами их загружать. Поиск документов с символистичностью связью, то есть это достаточно неплохо. Дальше у нас будет с вами обработка информации на основе текстов, математических знаков и графики. Также языков программирования, что тоже является очень-очень хорошо. Также будут предоплаченные метрики программного обеспечения логов компаний, стелла и дим, что в свою очередь составляет более 500 тысяч. Хочу также отметить, что управление цифровыми активами и правами на них в различных сферах науки, такие как техника, финансы и прочие области, также будут дискуссии. Будет, собственно, децентрализованная платформа под названием гиперхранилищ. Также есть автоматизированный поиск с заданными параметрами. То есть мы выбрали, что нам надо, обозначили, нашли. В целом система будет анализировать любой полученный документ, систематизировать его и распределять. Каждый новый пользователь, благодаря такому самообучению платформы, получает запрашиваемую информацию быстрее предыдущего. Таким образом, представляется необходимый доступ к знаниям. Центральным гидром системы Omniti выступит сеть CIEM. Сеть CIEM полностью звучит так. Так, Distribute Storage Network служит для выкладки, поиски, а также обработки и анализа, хранения и обновления различной информации. Сеть работает следующим образом. Например, вы написали статью на тему «Как починить планшет самостоятельно», к примеру, и выложили ее на платформу. Сеть самостоятельно проанализировала и автоматически создала свои выводы. Другие пользователи, интересующиеся этой информацией, получают ее уже с анализом. Это только один из примеров функциональности сети. Существуют и другие. Такие, например, как Storage Monitor, отслеживает и предоставляет пользователям необходимую актуальную информацию. FileHandler – хранение и извлечение нужных файлов, как владельцам контента, так и другими пользователями. Дет-рекавери-агент, утильда по восстановлению файловых данных. Более детальные сведения о сети доступны в whitepaper. С whitepaper мы познакомимся с вами позже. А пока все. Спасибо за внимание. Всем пока.